До свидания, колледж! 131 диплом с отличием вручили на выпускном в Губернском колледже. Уникальное образовательное учреждение, не имеющее аналогов в стране, в этом году закончили более 650 выпускников по 20 специальностям. Об особенностях выпуска 2023 года в репортаже Маргариты Кирикович. Желый, добрый, покутный ветер наполнял паруса корабля. Актовый зал Губернского колледжа с трудом вместил всех желающих поздравить выпускников с новой страницей в их жизни. Им, как и когда, сегодня необходим добрый, покутный ветер. Приказ номер 280С от 27 июня 2023 года об отчислении в связи с завершением обучения. Считать окончившим губернский колледж и выдать диплом государственного образца с присвоением соответствующей квалификации обучающимся колледже в количестве 651 человек, в том числе 131 человек с отличием. Вот они, счастливчики, отличники учебы. Дипломы им вручает почетный гражданин Подмосковья и народный учитель России Александр Иванович Лысиков. И для каждого выпускника у Александра Ивановича особые слова. Вообще, я же сказал, мы ее оставляем на второй год. Она участвовала во всех российских конкурсах, побеждала. Катюш, спасибо тебе, но я ей предложил остаться у нас, пусть думает. Тоже очень активная наша была студентка, как говорится, спокойно вам жить не давала. Спасибо тебе. В числе отличников учебы выпускник, который в день получения диплома ушел служить в армию. Рязана, Илья, Вячеславович! Илья, он призвался в армию сегодня. В эти дни много наших выпускников, я сегодня на МЧС вручал дипломы утром. Уже призвались в армию выполнить свой священный долг. Я убедительно вас прошу, морально их поддерживать. Как только станут известны их новые координаты. Позади четыре интересных года учебы, наполненные открытиями студенческой дружбы. За это время выпускники стали настоящими экспертами своей области. Завершением учебы с этим важным, радостным и одновременно грустным событием их поздравил министр образования Московской области Илья Бронштейн. Внимание на экран! Дорогие друзья, настал долгожданный день окончания вами среднего профессионального образования. А это значит, что сегодня на рынок труда выходят почти 18 тысяч высококвалифицированных специалистов, которых подготовили в стенах подмосковных колледжей. Друзья, перед вами открыт большой профессиональный мир. И действительно не секрет, и все вы прекрасно об этом знаете, что сегодня специалисты со средним профессиональным образованием котируются на рынке. А для руководителя Губернского колледжа Александра Ивановича Лысикова каждый выпуск самый любимый и самый важный. Это уже 38-й, когда он говорит своим воспитанникам в добрый путь. Народного учителя России выпускники 2023-го благодарили всем залом. Заводяющийся вклад в создание неповторимого мира колледжа! Я верю в каждого из вас, что вы выберете правильный путь. Впервые первый выпуск сделали по очень востребованным специальностям, как электрик мы первый выпуск сделали на базе 6-го корпуса, и специалистов по организации перевозок на транспорт. Тоже это логистика транспортная, которая сегодня востребована. Сегодня колледж рассматривает вопрос об открытии еще очередных новых специальностей, которые востребованы не только для выпускников школ, но они необходимы в сегодняшней нашей жизни, нашему государству. Это правоохранительная деятельность, как специальность наряду с МЧС, с кинологией, которую мы тоже выпуск делали, ребята все востребованы. По кинологии мы даже не смогли удовлетворить заявки работодателей. Очень большой спрос на сварочное производство. А чтобы мечты студентов Губернского колледжа сбылить, все годы обучения рядом были высококвалифицированные преподаватели. Своими планами с нами поделились, пожалуй, самые активные студенты образовательного учреждения. Екатерина Баташова, руководитель студенческого отряда «Путевка в жизнь». Она будет работать в родном домодедове, учителем начальных классов. Педагог, он направляет, помогает ученикам. Это очень важно, действительно. Но самая важная роль – это родители. И главное с ними научиться взаимодействовать. Я очень люблю свою профессию. Я планирую сейчас поступить на заочно, на психолога или на логопеда. Учиться нужно всегда, особенно учителю. Я занимался лыжным спортом, дошел до первого спортивного взрослого разряда. Буду работать в Чехове, в школе, учителем физической культуры. Хочу открыть свою секцию по лыжным гонкам. Главную целью ставлю крепкое здоровье детей. Цели у выпускников этого года конкретные, ясные и вполне достижимые. Так что в добрый путь. И, конечно же, фотография на память.